Пора в цитадель решать дела. Ну почему только в цитадель? Тут вон крестовый поход как бы ждёт. Ждёт не дождётся. Что у нас? Перерост очков финансов повышен на 20. Перерост очков материалов увеличен на 5. Это за счёт событий. Есть ещё возможность найма. По нолям. Парам-парам-пам-пам. Денег нету, но вы держитесь, как говорится. Кого будем брать священниками? Вообще армия крестоносцев 4. Так, основная армия. Раз. Конные разведчики. Два. Мы, кстати, нашли руины рябиновой слободки, в которых мы в прошлый раз не были. Давайте сюда этих ребят отправим. Разведчики разведывают. Ничего не нашли. Ладно, ещё одна армия. Из чемпионов? 45 чемпионов. Опыт 13. Это отборные бойцы, которые горды носить свои тяжёлые латы и смертоносные мечи. В рукопашной схватке они могут справиться даже с опасными демонами. Ещё два паладина. Ещё одна армия крестоносцев у нас не дошла. Вперёд в Дрэзен. Сейчас чемпионы даже лучше пехоты, говорит, меценат. Ну, думаю, да. Давайте переименуем. Конные разведчики армия. Это чемпионы. А вот это... Сюда выйти. Сюда выйти. Какая добрая королева выделила для походов целых двух паладинов. Так и есть. Рыцари в разы как сильнее конных разведчиков. Так. Конные разведчики у нас вообще в отдельной армии. Основная армия. Чемпиона имеется в виду, наверное. Да? Где на них скорость? Я сейчас всё никак не найду. Стойкость, реакция, безоружный удар, урон. Или я слеп просто. Бывает такое с Дайсом. Слепник потихонечку стареет. Бедняга. Рыцари преисподния. Ну, окей. Пока так оставим. У нас есть армия в шесть. Нам нужно куда попасть? Сюда? Я не думаю, это потом мы где-то будем здесь рассматривать, что у нас находится. Безымянные руины и суть неизвестности. Это более поздние квесты. Сердце загадки есть. Вот зимнее солнце. Разыскать пропавших крестоносцев. Армии демонов, армии демонов, армии демонов. Суровый бор. Вот это вот, собственно, с грейбором нужно в суровый бор отправляться, как ни странно. То есть фактически нам нужно куда-то вниз. Вот эту армию демонов выбивать. А вот этих тоже не помешает. Собог на окне армия. Слишком много всего. Бонус по сброскам. Телепортация отряда. Отряд командора телепортируется к выбранному форту, в котором построен круг телепортации. Круто, кстати, надо вот это сделать. Ладно. Попробуем повоевать пока с вот этой армией. Тут два варианта. Либо мы сюда идем, либо мы в утраченное святилище, и убивать потихоньку отдельную армию. Поехали. Кто у нас? Стрелки-лучники. Легкие кавалеристы. В ближнем бою. Вот у них скорость, есть инициатива-размер здесь. Здесь есть скорость, инициатива-размер. А до этого не показывало. Лучников, наверное, нужно стрелять в первую очередь. Ишь ты! Че удумали? 1 2 как раз то что нам нужно не совсем то что нам нужно ладно сюда стреляем они могут тут спокойно стоять бить нас нам это не важно и победа муром ура победа новые знамена боевого духа после захвата дрэза на крестоносцев друзили над ними три знамени боевого духа знамя побед остается зеленым пока вы держите победу над армиями демонов каждая победа над армии демонов регионах таких то добавлять шесть дней ко времени на протяжении которого знамя побед держится знамя завоевания остается зеленым когда вы захватываете форты демонов каждый захват форта демонов в регионах бла-бла-бла дает 30 дней дополнительных знамя обороны остается зеленым пока ни один форт не находится в осаде в случае взятого форта в осаду он становится желтым на три дня затем красным хотя бы один форт захвачен демонами знамя остается красным понятно наручи какие-то нашли что за наручи плюс три к броскам на урон для оружия в неведущей руке при бою парным или двуручным оружием например двойным оружием подождите двуручным или двойным или так так легкое оружие одноручное двуручное для эффективного использования двуручного оружия ближнего боя необходимо две руки при совершении атак в ближнем бою таким оружием к броскам на урон добавляется полуторный полуторный бонус силы так плюс три к броскам на урон для оружия в неведущей руке то есть например у нас есть регел которому можно попробовать выдать эти перчатки до смотрите урон здесь был 912 становится 1215 офигенно чё у нас еще есть наручи защиты плюс один надо продать всякие плащи устойчивости плюс один наша армия победила продолжает побеждать что здесь у нас 5000 опыта очки ноги 5000 опыта вообще просто замечательно вперед так но молитву арфу а то он даже с моралью куда надо стрелять на самом деле совсем забыл про то что еще третье войска есть ждем здесь чуть вперед ладно атака так продолжаем стрелять по этой поэтому роя может конечно добить но я думаю будем продала продолжим бить сюда малин дичка живая осталась но добить сейчас заблочит желудочников то вот теперь смайт можно наложить и поехали разуплотнять их что-то мало как-то урона победа счастливый лап должен быть я думаю по такому случае нужно опять ты щепота дает глобальная карта разделена на регионы чтобы захватить регион нужно освободить все расположенные в нем форты освобожденных фортах можно строить здания форты можно улучшать увеличивая количество клеток доступных для строительства так одолев орду летающих тварей обрушившихся с небес многие крестоносцы призадумались что известны им тактики боя не во всем гадятся для противостояния демоном с каждой новой битвой войско набирается без цен в опыта и солдаты готовы учиться со всем рвением ведь от этого зависит их жизнь у нас левелап огненный шар да да в топку ваше ускорение огненный шар рулит можно продолжить путь но здесь есть командор в этой армии мне это не нравится теперь берем нашу команду командорскую и входим в дрэзен обратно цитадель на улицу цитадель заклинание можно особо не жалеть грит холбайт все же энергии довольно много с другой стороны как бы собственно зачем ее тратить вообще в пустую как бы когда можно без нее сто процентов обойтись тоже же не круто интересно что нибудь нам новое зеркало скажет вряд ли конечно да вряд ли а здесь у нас еще балкончик какой отличный вид открывается с балкончика вы только гляньте я думаю можно денек подождать просто тупо пропустить один день и тогда у нас вот эти приказы выполнятся с другой стороны на очков у нас нету хочется вот эти приказы закончить и новые начать выполнять сразу после этого совет самых способных в военном деле офицеров позволит командору внедрять новые тактики и разнообразить ряды своего воинства более умелыми отрядами крестовый поход зависим от поддержки нерасиана иностранных держав дипломатический совет будет следить чтобы никакие политические проблемы не сказывались на своевременных поступлениях золото и рекрутов в дрэзен ура формирование штабного совета в одиночку можно командовать маленьким отрядом но для управления воинск войскам нужен штабной совет окружив себя опытными советниками командор сможет принимать решение которое кажется которое скажется на жизни и боевом духе всей армии события четыре штуки не прошли прошение театральной группы труппы театра во дворе следующая вместе с крестовым походом обратилась с прошением об аудиенции конечно же зо феона предводителя крестового похода охватывает сильные желания вернуться в дрэзен и провести немного времени наедине самым собой арушалай просит уделить ей время для приватного разговора когда у предводителя похода выдаться свободная минутка в дрэзене прибытие черной рота черного камня в дрэзен привела рота черного камня от отряд наемников и командир капитан ссылка просит об аудиенции так из приказа в чем можем принять еще нас не хватает немножко очков строительства судьба эмблемы падшего рыцаря можно в принципе прикупить немножко еще лучше военный трибунал все отряды получат черту военный трибунал шанс пропуска входа из отрицательного боевого духа меньше на 5 процентов да полная фигня здесь пять дней здесь тоже пятhalf дней правда армия а это дипломатия судьба шкур и бивней хладного ревона судьба нечистивого символа ро гу га гу га гу га рва гу га Судьба душереза Умелый мастер может проработать над реликвией Тоже ресурсов не хватает Расширение заставы тоже ресурсов не хватает И еще другой приказ исполняется Приказы для Эрабет Отдать приказ Нервный срыв Эрабет, случившийся перед штурмом Дрэзона До сих пор ее терзает Нужно показать, что она была, есть и будет героем в глазах простых солдат Для этого необходимо назначить ее командиром небольшого отряда крестоносцев К сожалению, пока Эрабет будет заниматься обязанностями главы отряда Ее работу в командовании крестовым походом придется делать кому-то другому Отдать приказ Формирование штабного совета Формируем штабной совет Что у нас осталось? На дипломате у нас осталось, да? Судьба эмблемы падшего рыцаря Стольничек где-то найти можно, конечно Так, давайте засеемся, во-первых Как говорят волшебники школы разрушения Все проблемы можно решить фаерболом Воистину так, да Особенности, когда этот фаербол У тебя Применяется тактически На поле боя Против огромных отрядов И мы оказываемся снова перед зеркалом Взгляд Элона холоден Спокойно отстранен Под ним замирают звуки Уступая место абсолютной тишине Наконец-то есть время подумать Наконец-то есть время посоветоваться с собой И принять решения Холодный ветер выметает из головы все мысли Кроме самых насущных А разум обращается в острый скальпель Вас окружает беспорядок Крестовый поход наполнен множеством Маленьких неисправностей, сбоев Казнократство, некомпетентность, недосмотры Это самое звучное А само звучание этих слов раздражает Каждый непорядок основа Словно царапинка на оконном стекле Сложи их вместе И за их уродливыми шрамами Откроется пейзаж Это должно быть исправлено Все должно работать как задумано Во взгляде Элона считается немой вопрос С чего начать Когда дело неладно везде С продажных интендантов С некомпетентных офицеров на передовой Вербовщиков за мзду позволяющих рекрутам Ускользать от призыва Решение зреет вас под испытывающим взглядом Разве такие вещи необходимо решать единолично А не в кругу советников? Ответ приходит мыл нееносно Никто из них не обладает тем же пониманием Порядка вещей, что и вы Полагаться необходимо на себя И свое внутреннее ощущение правильности Че-то какая-то диктатура просто вообще Симулятор создания диктаторского похода Одного решения мало Что оно изменит? Решение это то, что зачастую отделяет Правильное от неправильного Люди, что стоят в походе Не дурны сами по себе Среди них есть те, кого никто не любит Умники, придиры и брюзги Которым природа дала острый ум Но отделила обаянием Занудые интенданты, считающие каждый грош Нелюдимые офицеры Оставшиеся в нижних чинах Из-за неумения понравиться начальству Принципиальные жрецы, безжалостно отличающие пороки своих товарищей Обличающие, то есть Они исполняют приказы и делают это с рвением Но им нужно верное решение Ваше решение Импульс Задуматься о том, что принесет Наибольшую пользу походу Очевидного ответа нету Если вычистить ТЛИ от взяточников и дураков Стоимость строительства и поставок упадет Отлов уклоняющихся от службы Позволит более эффективно восполнять Потери новобранцами Увольнение некомпетентных офицеров И замена их толковыми нижними чинами Величит тактическую ценность Ваших войск Решить непросто Либо строительство зданий дешевеет на 20 Либо прирост войск обучаемых отрядов Повышен на 10% Либо все генералы получают черту надежный Плюс 10 очков передвижения Генерал армии имеет плюс 10 очков передвижения Генерал имеет плюс бонус к атаке и защите А также плюс 3 к мощи Хотеть Не, ну конечно, стоимость тоже неплохо Вот либо надежный Либо Либо-либо-либо нужно нам Удешевление строительства Вопросик скажу вам Такое себе все хорошо Говорят, отстроить Сложновато Причем все, что нужно отстроить И отстроив все Мы получим бонусы хорошие Тоже А с другой стороны Сможем мы отстроить И получить заодно вот этот бонус Надежности Расстрелять Горит Игрик Угу Хороший вариант Расстрелять Но можно и в тылу порядок навести Ну если службы избегают Ну и фиг с ними Как бы Это не самое важное Вообще Это полная чушь Прирост войск Обучаемых отрядов Повышен на 10% Офигеть Их еще на что-то надо покупать Тем более Всего 10% Именно обучаемых А не рекрутов Наемников Скажем Это вам не прирост Магию Главного Нашего Генерала Его нужно будет Еще расширить Дополнительными генералами Кстати Интересный вопрос Вот это ретроактивно Применяется Надежные появятся У всех генералов Которые в будущем Тоже Плюс 10 Скорости 20% Ну да Я понимаю Это на четверть Больше скорости У будущих генералов Тоже Да Горит Иди Слушайте Ну да Наверное Я это и возьму Деньги Деньгами Говорят Деньги Все равно Девать некуда Будет Через какое-то время Ну вот Строительство Кое-как Разрешим Отстроим Все Избавляемся От неродилых Офицеров Решение Принято Взгляд Иона Остается Сухим И безжалостным Он не обещает Ничего хорошего Всем тем Надменным Болванам Что скоро Потеряют Свои звания И отправятся Маршировать Под началом Своих Бывших подчиненных Вас наполняет Ощущение Уверенности В себе И своем Суждении Теперь Все будет Правильно Перед вами Высокий Потянутый Мужчина Чьи темные Волосы Уже Отливают Сединой Он приветствует Вас Коротким Салдатским Салютом Меня зовут Капитан Сэл Кэнд Я капитан Авангард Наемного Отряда Именующегося Роты Черного Камня Мы Прибыли Из Андорана Чтобы Помочь Вам Расскажите Что у вас Из Отряд Роты Черного Камня С гордостью Носит Звание Одного Из Лучших Наемных Подразделений Андорана Мы Не Продажные Главарезы Готовы Угнетать Невинных И Предоставлять Услуги Тиранам Скорее Мы Компания Вентюристов Готовы Взяться В опасное Предприятие И Выйти Из Королевы Голфри Присоединиться К крестовому Походу Хотя Некоторые Из наших Командиров И посчитали Предложенную Сумму Недостаточно Крупной Но Как я Говорю Мы Андоранцы Вольные Люди Которыми Нельзя Помыкать Которых Нельзя Купить Только Убедить Можно А Андоран Это Конечно Основная Часть Нашей Роты Пребыла Вне Россиан Но Передовые И Позвольте Себе Отметить Лучшие Отряды Были Направлены Под Ваше Командование Хочу Узнать Больше Тебе Капитан Не Знаю Как Ответить Солдат Немного Исследователи Просто Честный Человек Тогда Заступайте На Службу Так Точно Рады Поступить Под Ваше Командование Почту За часть Служить С вами Командор Если У вас Возникнут Вопрос Или Просто Желание Пообщаться Буду Счастлив Составить Вам Компанию И Рабет Говорила Ну это Конечно Рушала И прибегает К нам Рабет Говорила Что Нам Угрожают Демоны С Необычными Силами Вроде Того На Басу Что Наполнит Твою Армию Воскверненные Часовни Очень Могущественные Их Все Больше Ты Ведь Так И Не Нашел Откуда Они Берутся Верно Она Робко Оглядывается Продолжает Понизив Голос Словно Дверяет Вам Личную Тайну Мне Кажется Я Не Уверен Но Похоже У У меня Есть Зацепка Я Знаю Где Найти Того Кто Может Ввести Нас На Источник Их Могущества О Ком Ты Говоришь Карга По Имени Яруница Она Жила Здесь Еще До Падения Саркориса Когда В этот Мир Ворвались Демоны Она Была Рада Встать На Их Сторон Дряхлая Людоедка Знает Много Секретов Тебе Нужно Лишь Вытряхнуть Из Нее Эта Яруница Тоже Обладает Особыми Силами Она Нет Вряд Ли Но Все Равно Будь Осторожен Ты Очень Новая Область А Как ты Это Узнала Рошалай Быстрым Взглядом Окинула Лица Присутствующих И словно Уменьшается В размере Тихо Почти Шепотом Она Отвечает Это Долго Объяснять Я Расскажу Когда Мы Придем На Место Ладно Спасибо За Наводку Рада Помочь Только Ты Не Пойдешь Туда Без Меня Правда Мне Хочется Хочется Своими Глазами Видеть Что Страшилище Больше Не Существует Что Ее Больше Нет Бабуля Гретлин Режиссер Кланец На Добрый День Ваше Командорство Снова Мы Творческий Совет Театра Во дворе Мы Все Еще Готовим Спектакль Про Ваше Геройство Даже Немного Расширили Коллектив Теперь У нас Есть Мастер По Сценическому Оборудованию Декорациям Моя Внучка Тина Тина Поздоровайся С его Командорством У нас Снова Дилемма Никак Не можем Выбрать Кульминационный Момент Той части Спектакля Что посвящена Дрэзенской Битве Вот Послушайте Варианты Бабуля Поднимает Глазом Свитка Начинает Читать Возя Пальцем По Строкам Вариант Один Командор То есть Вы Выстрелил С собой С катапульта И в полете Разрубил Крепостную Стену Позволив Армии Ворваться Внутрь Вариант Два Командор То есть Вы Переоделся В Суккубу И проник В Дрэзен Под видом Демониция А после Открыл Войскам Ворота Вариант Три Командор То есть Вы Поскакал В атаку На огромном Горном Козле И Протаранил Им Ворота Ну что Скажете Мне нравится Вариант С тараном Гигантском Козле Кстати Где Вы Возьмете Козла Мы Еще Работаем Над Этим Ваше Командорство Сложно Добыть Козла Посреди Мировой Язвы Особенно Гигантского Но Мы Обязательно Что-то Придумаем Бабули Ее Подопечные Удаляются Но Говорят Достаточно Громко Что Вы Услышали Продолжение Беседы Как Вы Думаете Командор Не Расстроится Если Мы Добавим Сюжеты Козла Такую Катапульту Что Не Сломается Под Его Тушей Спокойно Ити На Это Просто Рабочий Момент Без Трудностей Не Бывает Успеха Но Ты Видишь Мы Что Нибудь Придумаем Придумаем Где Вариант С Бобром Не Знаю Вариант С Грыз Ворота Нет Вот Да Вот Такой Вариант С Бобром Был 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 Крут Каргунакл Да Устроим Обязательным Появляется Капитан Одан Высокий Сухопарный Плояльф Торжественно Слитует Вам Командор Для Мне Является Честью Открыть Первое Заседание Военного Совета Мое Имя Капитан Одан И я Служу Под Вашим Началом Еще Со Времен Штурма Старого Гарнизона Я Постараюсь Принести Вам Всю Возможную Пользу На Своем Посту Командор Военного Дела Грит Регел Холодный Расчет И Дисциплина Эти Принципы Я хотел Быть Войском Крестоносцев Чтобы Победить Нам Придется Забыть О Жалости К Врагу И К Собственным Солдатам И К Самим Себе Твоя Сестра Сила Командор Конечно Непрославленный Генерал Но В драках Со Злом Провела Половину Жизни Похоже Что Я Переформирование Войск Наша Пехота Обескровленная Сил Выделенных Ее Величеством Хватило Чтобы Взять Дрэзен Но Чтобы Удержать Его Нужно Больше Людей К тому же После Штурма Кинабриса Армия Собиралась В ППХ И Оказалась Оснащена Неидеальным Образом К сожалению Времени на Перегруппировку Мало Разведка Докладывает Что Могущественный Балор Крамзадех Уже Готовит Ответный Удар По Дрэзену Но Мы Можем Положиться На Свежепризванных Мендевских Солдат Быть Может Нам Не Хватает Мастерства Нашей Силой Всегда Блор Рвение Многочисленность Вступающих В крестовые Походы Добровольцев Гназь В бой Всех Подряд Не Дело Только Зря Положим Молодежь Грит Сила Надо Провести Отбор Среди Новобранцев Разумно Вложить Ресурсы В наймы Подготовку Тяжелой Пехоты Со Щитами Максимально Защищенной Пусть и Менее Опасной Маневренной Хм А чем Занимается Военный Совет Капитан Военный Совет Определяет Стратегию Действия Наших Войск Проведит Реформы Внутри Армии Устанавливает Новые Стандарты Снаряжения И принимает Решения По всем Вопросам Которые Касаются Боевых Действий Непосредственно На передовой А что За Балор Крамис Дех Вернейший Слуг Лорда Демонов Даскаре Среди Историков Крестовых Походов Мендева Его зовут Стратегом Мировой Язвы Он не Столь Известен Как Завоевательница Дрэза Номинага Или Дочь Буфомета Хабзамира Но Именно Он Держал Больше Всех Крупных Побед Над Силами Мендева Он Блоководец Вероятно Один Из лучших Тактиков По всей Бездне Я много Лет Анализировал Его стиль Ведения Войны Он Может Показывать Обычным Казаться Обычным Демоном Типичным Военным Вожаком Каких Немало Но Это Ошибка Он Словно Зверь Чует Слабые Места В обороне Врага И устремляет Туда Своих Воинов Чтобы Устроить Резню Его Жуткая Харизма Привлекает К нему Все Новых Солдат Так что Он Никогда Не знает В них Недостатка И с Легкостью Жертвует Ими Словно Пешками Достигая Побед Крамзадех Лицо Воинства Демонов На протяжении Многих Лет Я собирал Информацию О нем И готовился Ко дню Когда Наши Армии Сойдутся С ним Вновь Надеюсь Мои Советы Помогут Вам Мне доводилось Сражаться Со злом Я знаю В уловке К тому же Война Жесточает И всегда Полезно Иметь Среди Советников Паладина Который Нужный Момент Напомнит Ради чего Мы вообще Пошли в драку Так ведь Регел Почему Ты хочешь Заседать В военном Совете Я имею Опыт Командования И рассчитываю Привить Крестоносцам Хотя бы Только Дисциплины И жестокости Свойственные Рыцарем Преисподней Качество Находящегося В твоем Распоряжении Миндевского Офицерского Состава Оставляет Желать Лучшего Гном Бросает Взгляд На Поморщившегося Капитана Адана Это Факт Так Кто ты Такой Капитан Адан Я Более 25 лет Служу Армией Миндева На передовых Рубежах Благодаря Чему Приобрел Богатый Боевой Опыт Офицерском Корпусе Королевы Голфри Я считаюсь Одним из лучших Специалистов В области Тактики И стратегии На протяжении Всей жизни Я постигаю Военное Ремесло И знаком С размышлениями Всех Видных Политиков Последних Пяти Столетий Полководцев Конечно же Не политиков К черту Политиков На войне Кроме того Искренне Верю В традиции Военного Искусства Миндева И с радостью Поделюсь Своими знаниями С вами Командор А еще Хочу Выслушать Мнение Моих советников Сила Действительно Или пехоту Надо отбирать Из самых лучших Не бросать же На убой Необычных Новичков Вправе Вести в бой Лишь те Кто готов к битве И может одолеть врага Нужно выявить Тех Кто умело Отважен Состязание Подходит для этого Как нельзя лучше Немного азарта Воинам тоже Не помешает Победителей Будет не так много Но и брать Они будут Не числом А умением Твой метод Приведет к нам В пехоту Азартных новобранцев Мечтающих о славе И доблести Это плохой материал Для солдата Роль пехоты Быть шитом Для стрелков И магов От нее требуется Одно Выполнять приказ И стоять насмерть Отобранные Через состязание Амбициозные Одиночки Для этого Не годятся Ригел Че это ты настаиваешь На щитоносцах то Ну потому что Пехота Это живой щит Щит должен быть Надежен Это единственное Что от него требуется Вот почему Я хотел бы Видеть в нашей пехоте Щитоносцев Надежных доспехах Мы должны иметь Возможность Выставить строй Пехотинцев Против бездум Безумствующей Толпы демонов Быть уверенным Что они не разбегутся И не помрут Пока не выполнят задачу Капитан Адан У меня все У меня все ясно Если мы пройдем Состязание То Главные казармы Обеспечивают Еженедельный прирост Чемпионов Мощные ударные пехоты Все пехотинцы Повышены До чемпионов Положимся на Плотный строй Щитов Еженедельный Прирост Щитоносцев И все пехотинцы Повышаются До щитоносцев Сразу скажу Шитоносцы Полный шит Это Полнейшее дерьмище Не выбирайте никогда Щитоносцев Они Не нужны Они Не длительны Не наносят урона И просто стоят Декорации На поле боя Вам не нужны Декорации На поле боя Вам нужны Ударные силы Которые быстро Уничтожают врага До того Как уничтожает вас Новобранцы Плохо обученные Но дешевые Многочисленные Все пехотинцы Повышаются До новобранцев Если не сказать Понижаются Я выбираю Состязания Будут у нас Чемпионы Думаю Сама тоже Войду-ка Разок-другой На ресталище Испытаю Новобранцев Размяться Будет приятно Говорит Сила Благодарю вас За выделенное время Командор Когда реформы Будут завершены В рядах пехоты Появятся чемпионы Я вновь созову Военный совет Для принятия новых решений Эффектная китсуна Быстро и по деловому Кланяется нам Командор Дела у нас срочные Так что познакомимся Без церемоний Я Леди Каноми Официальная Ташевна Россиана Вот мои верительные Грамоты Гости демонстрируют вам Свиток Украшенный Печатью Голфри И величество Поручило мне Возглавить Дипломатический Совет При вашей ставке Если честно Я был удивлен Когда леди Каноми Предложила мне Также вступить В этот совет Говорит Зесель Ну что ж Попробую Влезть в шкуру Дипломата Говорит Лан Странно Я тоже получил Приглашение в совет Уверен Иностранные послы Будут в восторге От моего облика И от моих манер Леди Каноми Вы точно не перепутали Меня с каким-нибудь Другим крестоносцем Ланом Я Как и многие дворяне Говорит Дейран Обучался дипломатии Даже Имею звание Королевского эмиссара Оно передается В семье РНДФ По наследству Должен сказать Что все свои Дипломатические навыки Я раньше тратил На подрыв Международной репутации Мендева Настало время Изменить привычки Предотвращать Международные скандалы Должно быть Так же интересно Как и вызывать их Кто знает Может быть Мне даже понравится Зампись лисичка Так и есть Привели тут нам Фурей Что это за Дипломатические советы Зачем он мне Чтобы решать Политические задачи Конечно Крестовый поход Это не только Битвы и осады Это самый масштабный Военный проект Во всем Авестане Финансированный Казначействами Более чем Дюжины крупных держав И каждый из них Помимо победы Над демонами Преследует И собственные цели Дипломатический совет Будет контролировать Этот клубок Политических интересов Не даст Походу Потерять расположение Влиятельных спонсоров И заодно Проследит Чтобы и не россиян Был доволен Ведь последние лет Сто вся политика Миндева Так или иначе Касается крестовых походов Вот почему Столица прислала меня Наблюдать Подсказывать И держать Дипломатическую ситуацию Под контролем Привет Джон Кьюкам Все ясно Тебя прислали За мной подглядывать Приглядывать Ну что вы Командор Я не надзирательница А верная советница Я не собираюсь Лезть в управление Походом Лишь Консультировать Вас в случаях В которых цена ошибки Будет слишком высока Доверитесь мне И мы отлично Поладим Никто из нас Ведь не хочет Чтобы Челикс и Друма Сцепились И принялись Выяснять отношения Используя свое влияние На нас Как политический рычаг И вряд ли мы желаем Чтобы среди Знательных Инерсиан У нас Завелись Недруги Которые начнут Саботировать Нашу войну То не случится Если вы доверитесь Моему опыту Расскажи больше О Королевском совете Королевский совет Это высший орган Управления Мендевом При ее величестве Ее самые доверенные Особенные слуги Именно на них Лежит обязанность Заниматься Рутинным управлением Королевством Они руки И голос королевы В совете Собрались Очень разные люди Часть из них Аристократы Но куда больше Неблагородных Добившихся Высокого положения Своим умом Многие из них Богаты Хотя хватает И бессеребренников Кто-то Набоже Нечист сердцем Как лорд инквизитор Кассорий Капитан ордена Геральдов Джаспар Другие Более изворотливые Амбициозные Но все они Верно служат Делом Мендева А еще У меня есть Вопросы Про состав Нашего совета Вас удивляет Что-то присутствие Засель Прежде не занимался Дипломатическими Вопросами Ничего страшного У меня на родине В Тян-Ша Привлечение К переговорам И дипломатическим Миссиям Жрецов И паладинов Госпожи Хризантем Шеллин Обычное дело Пусть они Не политики Но они проницательны Привержены миру И склонны К поиску Гармоничных решений Мне льстит уважение Гридзесель Которую оказывают На родине Леди Экономи Почтить Почитателям Моей богини Я не подведу тебя Дайсмастер И приложу все усилия Чтобы наши друзья Не стали врагами Но Ладно-то Засель Но Дайран То зачем нам нужен Он тут явно Не собирается Серьезно действовать Из-за влияния Графа Конечно же Это все Он аристократ Мендева Знаете Прислушается К его мнению А заручившись Поддержкой дворянства Мы обретем Весомых союзников О поверьте Леди Экономи Я приложу все усилия И все влияния Чтобы работа Этого совета Была Не скучной Ну Понятно С Дайраном Таклан Зачем нам Почему-то его Избрала Для участия в совете Мы дипломаты Называем эту уловку Таинственным Грундийский Принц Всегда полезно При переговорах Иметь на своей стороне Представителя Некого малоизвестного Но потенциально Многочисленного И могущественного Народа Не зная Что себе представляет Мангрелла И сколько их Наши дипломатические Партнеры Будут вынуждены Считаться С этой темной Лошадкой Так что Господин Лан Будет нашим Мангрелльским Принцем Если на переговорах С иностранными Послами Я подам Знак И Леди Каноми Скорещивает Пальцы Хитрым Образом Немедленно Говорите Что для народа Мангреллов Подобное Предложение Является Оскорблением Говорились Господин Лан Лан Нелюбезно Смотрит На Леди Каноми Я подозревал Что дипломат Это синоним Слова Мошенник Но думал Что ты будешь Обманывать меня А не других С моей помощью Не Меня это не устраивает Я готов Представить Мангреллов На переговорах Но лгать Не собираюсь А что про себя Каноми скажешь Ты-то кто такая Дипломату Не пристало Слишком много Болтать о себе Но разве Я буду с вами Спорить Я родом из Тянши И происхожу Из благородного Народа Китсуны Как и всякая Китсуна Я всегда была Безумно любопытна И прикладывала А и приключения Привели меня В Авистан И здесь В ваших землях Я повстречала Свою первую Истинную любовь Политику Я служила Дипломатом При дворах Шести разных Государей Но работала На ее величество Когда То это оказалось Интереснее всего Вокруг крестовых Походов И мировой язвы Сплетаются Такие увлекательные Глупки интриг Интересов Ух Все ясно Че сегодня на повестке Неприятно Об этом Говорить Командор Но Нерсиане Не все Довольны Вашими успехами Кто-то считает Что это их слова Не мои Что вы отбились от рук И Кто-то считает И это их слова Не мои Что вы отбились от рук И мните себя Независимым лидером Не удивлюсь Или все скоро В вашем войске Начнутся перебои Снабжения Я предлагаю Погасить их гнев Покажите столицу Что вы не забыли О субординации Например Проведите парад В честь ее величества Угу Если надо Показать Что мы помним Нерсиане Почему бы не пригласить Верховного жреца Столицы В Дрезон Для Религиозного Торжества Будет уместно А покровительство Церкви Защитить На сонопадок Интригантов Поощряет Завистников Как бы не так Говорит У нас полный Дрезон Солдат Которым Нужны Лекарства Кормежка И оружие Пока мы Не позаботимся О каждом Нуждающемся Нельзя Тратиться На глупые Торжества И Немедика Нельзя Тратить Так А чем же я заслужил Недовольство Нерсиана Вы были слишком Хороши В том Что делали Отбили кенабрис Выиграли борьбу За Дрезон Грозите Мировой язве Ваш авторитет Растет И влияние Тех Кто приближен Королеве Падает Складывается Ощущение Что на вершине Осталось место Только для вас Члены Королевского Совета Боятся Что вы Окончательно Выдавите Их С политической Арены Ведь Если вы так Здорово Справляетесь Может они Вовсе Не нужны Ее Величеству Поэтому Они могут Попытаться Дискредитировать Вас Затруднить Вашу войну Снизить Размах В обед Пойдите Им навстречу Они убедятся Что вы Договороспособны Послушай Мнение Советников Засель Зачем нам Верховный Жрец На праздник Ну Безусловно Должны Должны Верны Королеве Соблюдать Иерархию Это не значит Что мы Обязаны Бить поклон Королевскому Совету По первому Требованию Думаю Не стоит Не идти У них На поводу Не ссориться С ними Лучше Выбрать Компромисс Верховный Жрец Нерасиана Влиятельное Лицо И при этом Он не интригант И не политик Пригласив Его на торжество Мы одновременно И покажем Что не рвем Связи С Нерасианом И дадим Понять Что имеем Авторитетных Друзей Не собираемся Прогибаться Под королевский Совет Ну Засиэль Чувствую Очень часто Бывает Довольно Таким Разумно Правильным Выбором Дайран Зачем Нам злить Столицу Устраивая парад Мой честь Есть тонкая Грань между Позлить И обозначить Границ А также Между Почтить И дать И надеть На себя Ошейник Я замет Не предлагаю Ничего Изменнического Или непочтительного Парад В честь Настоящего героя Дрэзена Кинабриса Что может быть Естественней К тому же Здоровая доля Непослушания Гарантирует Что к тебе Реже будут Приставать С поручениями И глупостями Проверенный Надежный Гувернантов Занимавшихся Моим воспитанием Леди Каноми парирует Провоцировать Столицу Было бы неуместно Мы пытаемся Избежать Неприятных Последствий А не приблизить Их Уверенно Граф Просто Экстравагантно Пошутил Лан Ты думаешь Игнорирование Беспокойства Столицы Будет хорошей Идей А что Они нам Сделают Что мы Защищаем Их Это мы От демонов Защищаем А не наоборот Здорово Иметь лояльных Союзников Столицу Но куда важнее Иметь лояльными Собственных Солдат Когда наглянут Демоны Что мы будем Делать Грозиться им Какие у нас Влиятельные Друзья Вне россияне Действительно Кому нужна Дружба Тех Кто снабжает Вас припасами Новобранцами Оружием И уж точно Не стоит бояться Что глупая ревность К вашей славе И зависть Возобладают В их сердцах Ноздравым Смыслом Ах Никогда Ведь такого Не бывало Да Леди Экономия Вы правы Но чем Поможет парад В честь Ее величества Это будет символично Недорого Покажите Как уважаете И цените Ее величество Сделайте реверанс В сторону тех Кто оплачивает Ваши стрелы Мечи и хлеб Королевский совет Могуществен Вам бы не хотелось Превращать их Из покровителей В недругов И выяснять Чьё влияние Больше Ваш или их Сделайте им приятно И они перестанут Тревожиться О вашей лояльности А вы сможете Спокойно воевать На своей войне Я правильно понимаю Гритлан Что сидеть За нашими спинами И откупаться От наших демонов Хлебом И чужими жизнями Это новый вид Благотворительности А мы не должны Пойти на коленях Сказать спасибо За то что нам Вообще дали шанс Сдохнуть на этой войне Но я думаю Очень многие люди Знаете Так именно считают Что действительно Было бы неплохо Если бы на коленях Молили Дать шанс Сдохнуть на войне Это было бы Подобающе Нашему положению И их положению Реально Реально таких людей Полно Которые считают Себя На вершине Так сказать И На вершине Власти Считают Что все остальные Им должны Целовать ноги Разве что Только не Там не знаю Не присмыкаться Перед ним На коленях У меня все Понятно Какие эффекты выбора Религиозный праздник От ЗСЛ Это Прирост очков энергии Увеличен на 20% А финансов На 10% На месяц Дайран Стоимость наемных Отрядов Уменьшена На 7,5% Прирост очков Материалов Уменьшен на 25% На 30 дней То есть Материалы к нам Будут присылать Меньше Но зато Стоимость наемных Отрядов Будет Лучше Какая-то дичь Лан Помощь нуждающимся Боевой дух Крестового похода Повышен на 10 Или на 20 Если боевой дух Крестового похода Ниже нуля Боевой дух Это всегда Совершенно бесполезная штука Парад в честь величества Прирост очков Финансов Увеличен на 10% На 30 дней По-моему Вариант ЗСЛ Самый профитный И прирост очков Финансов И прирост очков Энергии Заодно ЗСЛ Пригласи Верховного жреца Неросиана На религиозный праздник Минуточку Говорит Леди Каноми Я понимаю Что вы привыкли Быть Высшей инстанцией Во всех вопросах Но политические решения Особый случай Я профессионал На этом поле Вы нет Игнорируя мои рекомендации Вы не только Сознательно идете На конфликт Со столицей Но и противоречите Здравому смыслу Прошу вас Заменить решение Финансы Уменьшены Говорит Игрик А они не увеличиваются На 10 А уменьшаются На 10 Процентов У ЗСЛ То есть лучше все-таки Вариант Леди Каноми Который Увеличивает Финансы Да Я пропустил этот момент Неправильно прочитал Похожим Ты пригласила Дипломатический совет Моих соратников А теперь не хочешь Прислушиваться К их мнениям Я всего лишь Предлагаю Дать вашим соратникам Время Чтобы освоиться В совете И понять принцип Работы дипломата К тому же Если бы их не было В совете Ваше решение Можно было бы Назвать единоличным Решением тирана Такой имидж Вам точно Ни к чему А теперь я понимаю Отведенная мне роль Леди Каноми Грид Дейран Я просто должен Стоять в красивом Камзоле И молчать Могу пообещать Вам первое Но не второе Ладно Твои слова Звучат убедительным Хорошо изменю решение И проведу Пора в честь королевы Я рада Что вы прислушались К моему предложению Друзья в королевском совете Будут нам полезны Хорошо что мы Сразу поладили Командор Скоро возникнет Еще много вопросов Требующих ваших решений Но не сомневаюсь Мы справимся С ними не хуже Стоят все На просике решает Один Дейран Стоит красивый Светится А что бы ему Не светиться Так Что у нас Есть что-нибудь Новенькое Приказы Приказываются События Выполняются Очки материалов Материалов Материализуются Может еще Отстроить Немножечко зданий На повышение Прироста материалов Больше финансов Больше Больше всего Приказа 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 Например здесь 200 Я думаю В Дрезоне Нужно все-таки Эти финансы Построить В первую очередь Уже построено Нет Строятся Сколько еще Строятся Будет Два дня Подсказка АУ Два дня С другой стороны Инженерная мастерская Тоже не помешает Ну блин Дорогая Все Дорогое Рост энергии А где-то нельзя Построить Кроме собственно Фортов Получается Еще Дайран Ответственности Никакой А поболтать Патроллицам Всегда гора Сградь Игрек Ну да Такой Постоялый двор Давайте Постоялый двор Построим Сколько это Стоит нам будет Почти Пять тысяч Купится Со временем Так Какие у нас Теперь задачи Грузись Грузись Не все Заявляются Своей беде Напрямую Да Это нужно Будет Выяснить Там то События Про иона Окей Охота на дракона Охотник с головами Клянется Что сумеет Примонить Драконец Тоже Окей Вроде Ничего Сверх Сверх Нового На улице Выход Из локации Нам нужно Будет Снять Отрицательные Уровни Сейчас В первую Очередь Или во вторую Сначала Войска Сейчас Деньги Есть Например Можно Купить Рыцарей Преисподним Больше Рыцарей Преисподним Не Ну а че Хорошие ребята Вообще В конце концов Чемпионы Чемпионы Кстати Че у нас Основной армией А Чемпионы Теперь у нас Основной армией Между прочим Так Как разделить Так Чемпионы Просто Чемпионы Без Паладинов Армия Крестоносцев Это Паладины А это У нас Кто Снайперы Урон 36-38 Копейщики Чемпионы Копейщики Да Ой Блин Не то нажал Давайте Здесь Наймем Подкреплением Все В утраченном Светилище Собираемся Основная армия У них Какой урон 18-20 Их 7 Я думаю Нужно Нужно Рейнджеров На снайперов Заменить Конные Разведчики Че они там У нас Разведывали Тут Надо армию Как-то Отбивать Фиг знает Как Кавдрэзен Вернитесь Окей Пока тут Останутся Хотя Можно попробовать Пообследовать Но не факт Что они Вот так На какой-нибудь Армии Демонов Не наткнутся Копейщики Они Ничего Че с ним Сделать Можно Ничего Скорее Всего Нельзя Просто Так Разделить Эти Армии Объединить Точнее Говоря Окей Так 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 Вон Это у нас Следопыт Рейнджера Да Так Чемпионы Рейнджеры Не чемпионы Это у нас Уже Копейщики Паладины Паладины Рейнджеры Так Рейнджеров Сюда Вернуть Эй 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 Не то Жмется Основная Армия Паладины Вот Копейщики 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 На снайперов Как они могут выбивать Волков Давай Хопа 24 умерло Смайт Удар Ну а войска стали по качественным прям чувствовать И Победа Закопав чумные трупы воины обыскивают местность и находят небольшую могилу в которой покоен герой второго крестового похода Сир Доланд Меченосец Усыпальницу приводят в порядок А небольшой оазис по соседству очищают от трупов врагов И вода вмиг становится чистой, прозрачной и сладкой на вкус Воистину это место угодно духам и богам Получили очки энергии Теперь можно Так, еще куда-нибудь атаковать А что у нас здесь? Зеленые врата У нас есть задание здесь Утес, доминирующий над окружающим ландшафтом Природное укрепление Когда-то здесь стояла саркарианская крепость Потому что на ее руинах Возвели А потом уже Возвели форт крестоносцы Уже сейчас От человеческих постройок Остались Руины Уже много лет Здесь безраздельно Влавствуют демоны Так, к зимнему солнцу Интересно, вот это у нас дорога ведет или нет? Еще один бой Что они делают? Призвать бабу Призвали бабу, окей Призывная баба, баба призывная Что, она не умеет? Ближний бой Пепельные великаны Скорость 2 Не особо опасны, значит Падшие рыцари Скорость 7 Даже правда только ближний бой Ближний бой Скорость 4 Стрелковый отряд Как ни странно Может быть их первыми убить тогда Отряд кавалерии мифической Мифическая кавалерия Что говорят Нужно не жалеть огонь И ману Вот вам Так, стоп, я правильно вообще стреляю? Похоже, нет Надо быстро их убивать в первую очередь О, как у нас мораль морали ЦА Только посмотрите Они кидать могут Что творится вообще? Жесть какая Ай-яй-яй-яй-яй Так, а здесь особо даже никуда не походишь Стоим Защищаемся Какую-то страшненькую бабу призвали Ну да Баба была страшной Поэтому пришлось ее прирезать Ну как морали нас прет просто вообще нет слов Изи У нас появился новый форт И еще один бой проведем И вновь начинается бой Так, кто у нас тут стрелковый, кто не очень? Отряд пехоты Медленный Ряд заклинателей Пехоты мифические культисты Это ребята не очень хорошие Заклинатели демоны мифические Я думаю этих нужно в первую очередь отстреливать тогда Раз они заклинателя Тоже Так, два восемь сюда Хоп Ближе Уро, удар Ее почти добили Сейчас как кастануть что-нибудь в ответ просто жесть Да, смотрите на 22 хитпоинта кастанули Молодцы Зараза, даже убить смогли у нас одного О Жди Ну, на самом деле не убили На самом деле контузили В лазарете поправят, заштопают как новенький будет Ееее Прям вообще реально какие-то изёвые битвы получаются Крестоносцы обрушиваются на демонов в самый подходящий момент, когда те пытаются утопить груз слитков холодного железа в ближайшей песчаной топе Запас смертоносный для тварей и бездны металла Попал в руки воинов Миндева Целости и сохранности Очки материалов 200 О, материалы за 200 Прекрасно Ну а чё Расчистили себе немного путь Тут, наверное, нужно будет вот сюда ещё атаковать Туда, там, сям Ну, ближайшие локации, с которыми нам нужно будет разобраться Я так понимаю, находится вот здесь, кстати Меня не очень радует, что происходит Надо будет вот это тоже всё разобрать После вот этих, наверное Надо возвращаться и здесь мочить Зато у нас здесь форт есть, в Дрэзен сразу, собственно, не попадут Время будет С армиями вроде бы всё нормально Конные разведчики Разделитесь, пожалуйста, господа Щитоносцы бесполезные совершенно В резерв всех Нельзя в резерв Максимум армии 3 из 3 Ай-яй-яй-яй-яй Может быть, нанять генерала надо всё-таки в кои-то веке Правда, для этого слишком много денег требуется Вон, 6 тысяч У нас в наличии 47 Офигенно просто вообще Я так чувствую голову, пройду У меня уже, собственно, эти деньги Только к этому моменту накопятся Хотя, хорошие генералы есть Например, вот эта Аги Боя Очень неплоха Чародейство, паляющий луч То, что нужно Для того, чтобы просто небольшой армии Чисто на одном вот колдунстве тащить Ну ладно Возвращаемся к нашему отряду И идём по дороге Сначала утраченное светилище 4 часа Ну, 27-ой день Уже Так, а мы где? У нас, типа, новый день начался И поэтому нам, как бы, остановился счётчик Для того, чтобы можно было армией походить Ну-ка посмотрим, что здесь у нас А здесь слишком далеко Мы уходим как раз от того места, где нам нужно Расчищать По идее, нам нужно вернуться сюда будет И вот это зачистить в первую очередь Чтоб там никто у нас не напал на Дреза, наверное Вся с другой стороны Почему бы эту армию демонов не убить? Просто Фуфан Взяли, убили Призыв висковоров Вот они, висковоры призванные Здесь, вдалеке у нас Всё, погибли Теперь вот этих бабао надо развлекать Не бабао, а как их там Как они называются-то? Серьёзно Дречи Вот они кто Расходимся потихонечку Ага, вот это правильный был ход У нас теперь, смотрите Знаете, как их? Стрелки находятся далеко достаточно Оу, сколько стрелков убило за раз Добить надо вам Так Здесь Со стороны бьём Выходим из облака Пытаемся, по крайней мере А здесь, наверное, нужно войти Чтобы им не дать пройти И дополнительное облако на нас кастанули Кастуют вовсю, со всех сторон просто Пятёрочку Пятёрочку Окей Вот этих пятнадцать убивать будет тяжеловато По пять хитпоинтов Наверное, так нужно жахать Ну, вроде норм Только единственная проблема Мы теперь из облака фиг выберемся когда Не фиг знает, когда у нас пройдёт тошнота Хотя нет, вот там вот этих проходит потихонечку Так, хоп Почти Ну, кое-как разобрались Самое главное, потеря лазарет восстанавливает Тогда, собственно, никаких проблем нету И мы находим сокровище Выпив демонов из Орлиной скалы Старого форпоста крестоносцев Потерянного в ходе четвёртого крестового похода Воины с сожалением видят, что за время владычества демонов Укрепления превратились в жалкие руины Однако в покоях коменданты Обнаруживается тайник с ценностями Избежавший внимания мародёров Ну-ка, чё у нас тут? Обрач безграничной мудрости плюс четыре Во, то, что нам нужно У нас сейчас плюс два А мы плюс четыре надеваем Хопа Ееее Отлично А, кармия возвращается чуть назад Чуть в сторону И куда тут нужно пройти Чё-то далеко не в ту сторону, по-моему, мы идём Нет, нам вот на эту дорогу, видимо, идти не нужно было Классно, конечно, и обруч охрененный Но Разобраться с армиями уже у себя Было бы, наверное, полезней Нужна вторая армия обязательно Денег на это на всё требуется Просто, мам, не горюй, кошмар какой-то Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok